Музыка Музыка Сейчас сижу и монтирую влог и поняла, что ни в одном из снятых кадров я не поприветствовала вас, не рассказала, что ждет вас в этом влоге. И вообще в целом не представилась, вдруг вы только впервые видите вообще в целом меня. В общем, ребята, привет! Меня зовут Настя, и это мой канал, на котором я снимаю влоги о моей жизни, о моих съемках, о моей работе, увлечениях и путешествиях. Я репортажный фотограф, и периодически на этом канале появляются еще какие-то видео на тему фотографии. Поэтому, если вы смотрите меня первый раз, рекомендую после просмотра этого влога посмотреть другие мои видео на канале. Все, много говорить не буду. Приятного просмотра! Музыка Музыка В этом году я решила сделать адвент календарь своему парту. Для тех, кто не знает, суть календаря в открытии ежедневных подарочков. Сделать его своими руками достаточно просто. Сначала я определилась с бюджетом, прописала все возможные и подходящие под эту сумму подарки, заказала их и упаковала. На этих видео я сижу и молча упаковываю, потому что мой парень сидит в соседней комнате и все слышит. Рассказывать что-то мне было совсем неудобно. Все, все, я все уже! Музыка 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 Нет. Можешь открывать любой подарочек? Нет. Нет. Каждый день по одному подарочку. У меня там все продумано. Да, я не уверена, что что-то из этого тебе будет делать. Шапка, блядь. Она типа как кепка, только шапка. Специальника, какой подарок же снимать? Хотя нет, 26-ю ты дома откроешь, а 27-ю уже с собой забрать. Не трогать. 2 декабря, смотрите на вот это. Да, и открывать по одной штучке. А когда начинается новый день? В 0-0? Ну как хочешь, можно в любое время открывать. Моя неприятная часть, это, конечно, вот это. Тут, конечно, не видно, но тут много мусора. Да, получается, что-то не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА это конечно грабеж грабеж 2000 рублей 2400 до 8 кассет 8 кассет в смысле 8 снимков всего теперь надо сфоткать я сильная единственное что и будет капец она весит килограмма 2 если честно все что сейчас хочется это лечь и уснуть ничего не хочется снимать тупо потому что нет сил весь ноябрь и половина октября я работаю там нон-стоп каждый день по несколько съемок некоторые и на то чтобы что-то снимать уж более монтировать и вообще нет и желание тупо из-за того что эмоционально тяжело возить такое количество работы обожаю смотреть bookademy не знаю как правильно произносится но ее видео мне приносит большое эстетическое удовольствие в плане съемки в плане сценария видео они такие простые но такие душевные уютные и мне кажется очень полезные для многих людей сейчас в этом бешеном ритме жизни поэтому если вдруг вы еще не знакомы с каналом дашь то обязательно перейдите и посмотрите капец как метод сейчас есть такое желание чтобы когда я зашла домой мама протащила веник я просто так стояла и она меня обметала потому что ну как бы я их не уберу больше я их не уберу больше я их не уберу больше но но топ лес вы вкусвили от лапочки лапочка очень классный бренд лимонадов появился вот такой вот такой вот красивый лимонадик он достаточно вкусный для любителей рислинга но правда у него есть пузырики и он выше как шампанское такое горькое а что тебе кажется сладкое шампанское в общем мне кажется что это горькое шампанское но сладость тоже есть рекомендую безалкогольник классный лимонадик у лапочки вообще все классные лимонады что это попробовать я решила попробовать в студию без фотографов в Москве недавно открылось прикольное место где вместо фотографа выступает в роли зеркала точнее в роли фотографа выступает зеркало ты приходишь в студию тебе дают пультик нажав на который зеркало делает кадр и в течение суток тебе прислали готовых фотографий не знаю что из этого выйдет когда только эта штука появилась я очень скептически смотрела на это мне казалось что это достаточно странная практика потому что блин и белая цикла рамы фотки на ней не особо интересны но посмотрев многие кадры я поняла что ну в целом попробовать стоит я вышла уже было прикольно было интересно но в моменте я прям замечала что я стала мало улыбаться стала как-то напрягается сначала мне было прям сложно расслабиться и вставать в какие-то позы кроме банальных вот таких вот когда вот я просто вот так стою в зеркало смотрю то есть поначалу мозг тупил прям сильно в конце уже в конце я немножечко как-то раскрепостилась и начала больше двигаться но поначалу вообще было супер тяжело жестко и непривычно материал снова вырезали половину прихватив чуть одобренного ранее в декабре у меня было очень много съемок причем прикольных таких интересных съемок и когда я ехала на каждый из этих съемок я себе говорила ну поснимаю что-нибудь интересный контент для влога угадайте сколько видео было снято примерно ноль либо одно с каждого мероприятия это так грустно и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Что с Лизой снимает вообще? Хорошо, давай вот так. Сходили с Лизой в баньку. Было очень хорошо. Я ничего не сняла, потому что я не сидела в синхроне совсем. Сейчас идём чёртвать. Мне до съёмок было. Иду домой. Ой, что там, что там? Давайте посмотрим. Ну, Лёня! Происходит торжественное открытие самого дорогого подарка. Это самый дорогой подарок? Да. Сегодня? Да. Можно, пожалуйста, вот без вот этого? Та-дам! Одна неделя освобождения от мытья посуды. Ты такая, типа, ну там есть самый дорогой подарок. Это самый дорогой подарок. Одна неделя. Ты представляешь, с каким трудом он мне дался? Особенно, когда я понимала, что ты начинаешь готовить, оставить миллиард за собой посуды. Я ненавижу мыть посуду. Я прям сейчас иду варить яйца. Планируется мощнейший отвар. Чай для выздоровления. Мята. Убилища. Ммм, ну вот, вот такая вот штучка. Ммм, ну вот, вот такая вот штучка. Вопрос, почему так произошло и почему появился кашель? Абсолютно нет. Организм говорит, что у нас не нужно. Нужно как бы отдыхать, а не только работать. Ммм, супер опухшее лицо. У меня все упало! Обожаю эти печеньки. Они реально очень вкусные. Ну и относительно полезные. Они без сахара и супер-супер вкусные. Тоже очень вкусная шоколадка без сахара. И очень сладкая. Она прям супер-сладкая. Тут 3-2, ладно, квадратика съешь, уже наедаешься. Ну и относительно, конечно, она полезная. Но, но она калорийная. Много не съешь. И тут указано, что нельзя есть больше 100 грамм в день, потому что, ну, здесь стевия, здесь пластители, которые действуют как слабительные. Московские сугробы в центре Москвы. Людей просто тьма. Как будто бы все отдыхают. Все отдыхают, по факту. А я иду вот сюда. Ух, что да? Облизло я окошко. Извините, а сейчас, секундочку. Эта пиолка такая вкусная. Я когда в Таиланде ее пробовала, не особо заметила это. На все, что есть большой спрос, у меня это почему-то резко отторгает. Отвергает. Короче, не вызывает восхищения какого-то такого, какого есть у прижимства людей. Поэтому я не пробовала ее. Я не считала, что она такая невкусная. А сейчас это просто лучшее, лучшее, что может быть. Мне так она нравится. Счастье просто. Иду, я неслаждаюсь. Уважаемые дамы, господа, обращаю ваше внимание, что человек сегодня пришел вовремя в 18-30 годах. Даже раньше. Москва не опасна. Косква не опасна. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Месяц назад ты сказал, что это будет, типа, главный тренд. Четвертый или полденант. А Эннигерс. С другой стороны, она вроде как и за другими тоже смотрит так. В этом паспорте, конечно, у меня более убогая фотография. Ну что? У меня сегодня новый паспорт. У меня сегодня новый паспорт. У меня сегодня новый паспорт. Это самая просто лучшая прическа, которая может быть, если у тебя не супер чистая голова. Вот и вопрос, а как это по такому идти? Скажите, пожалуйста, как? Ну а такие все гробы, они быстрее везде. Гадные старенькие люди, которые не могут ходить по нормальной дороге. Как они вообще передвигаются при таких условиях? Это пластины, Зай. Это пластины. Вот ты их чувствуешь. Как ты думаешь, оно мне идет или нет? Я выгляжу просто как бонж. Я иду в стоматологию. Надеюсь, что последний раз в этом году я иду в стоматологию. Недели две назад мне сказали, чтобы на этот прием сегодня я заложила больше времени. Если вдруг все будет хорошо, становится мне брекет. Посмотрим, что будет. Ну что, давай. Мам, брекеты. Ве-е-е-е. У-у-у. Очень красивый, да, результат. Дальше прям сильно нижняя была видна, а сейчас тебе гармоничная улыбка на верху, все ровно стоит. Глаза блестят. Почти я четыре года, да? Ну, приятные ощущения, конечно, приятные. Четыре года в брекетах, и еще до этого три года. Это, конечно, отстой. Так долго носить, но зато снятие приятное. Я ничего снова не успела снять. У меня была здесь съемка в офисе. Но, конечно же, я ничего не снимала. Я даже не успела записать какие-то свои мысли и ощущения после снятия, потому что сразу же, быстро побежала на съемку. Слишком плотный и активный график в декабре. Еще месяц назад я проклинала брекеты и прям ненавидела их, и думала, господи, когда, пожалуйста, мне уже их снимут. А сегодня, когда ортодонт сказала, что все, точно снимаем, нельзя тебя отпускать на такое долгое время в брекетах без присмотра, мне стало даже как-то грустно от того, что, блин, это уже какая-то родная вещь, к которой я привыкла, которая мне нравилась визуально. Да, она заставляла огромный дискомфорт, но накопившаяся усталость от носки, конечно же, взяла верх. И я безумно рада, что их наконец-таки сняли. Пока вообще непривычно. Так, сейчас я тебя смешу, давай. Пожалуйста, рассматривайте. Да, они все такие белые. Опаснись. Я не могу. Вот, вот. Какой же это кайф чистить зубы после того, как сняли брекеты. Кайф чистить зубы после того, как сняли брекеты. Я не могу себя заставить и приучить снимать сверху, поэтому, sorry, будут такие видео. Вчера у меня было две последних съемки, и это было охрененно. Доработать и осознать тот факт, что больше мне нужно будет долгое время брать в руки камеру, что-то снимать. Но из минусов. У меня лежит 6 съемок в обработке, которые нужно отдать в понедельник-вторник, то есть завтра-послезавтра. Сегодня 24 число, и мне нужно успеть увидеться со всеми подружками, подарить подарочки, собрать вещи, сдать квартиру, потому что мы съезжаем. Постараться не свихнуть в этом жестком графике. Последний раз иду в клинику, забираюсь в капы. В этом году последний раз, да? Все-таки коронка еще не жена. Шошечка, сидим последний раз, обрабатываем вместе фоточки. Завтра Шошечка поедет к маме, да? Что ж, мы тебя не бросаем? Мы уже сложили все вещи, поэтому нету красивого света, нету красивых лам. Я хотела встать на заднюю камеру, нажала play, поставил, и он выключился. И так было уже два раза. Они тоже зарядочные. А-а. Что бы вы попробовали, если бы вы уезжали из России на полгода? Ты не дейся! И если как-нибудь будете в океане, в кулинаре, очень вкусный химкар. Это мой блог. Окей? Да, полезло. Молодой человек, а вы заправка? Вы известный? Я залевка. А у вас что, коронавирус? У меня коронаминус. Не, ну в этот раз точно должно получиться. Субтитры создавал DimaTorzok